Есть ещё один момент, который вы должны знать. Это очень важно. Очень-очень важно для понимания современного общества. Меня спросили, как строить современное отношение. Я сейчас расскажу. Когда человек ведёт неправильный образ жизни, то есть, а в чём неправильность образ жизни современного общества? В чём системная ошибка современного общества? Системная ошибка заключается в том, что душа по своей природе, она как батарейка, понимаете? Ей надо наполняться, отдавать, наполняться, отдавать. Чем человек наполняется? Человек наполняется природой, движением на природу, радостным движением на природу. Человек наполняется общением с друзьями. И человек наполняется общением с Богом. Вот три источника наполнения. Общение с природой даёт здоровье человеку. Что такое здоровье? Вот допустим, если у вас плохая концентрация внимания, плохое настроение, если у вас нет сил, если у вас плохое здоровье, плохое пищеварение, если у вас плохой иммунитет, если у вас плохая работоспособность низкая. Это не значит, что у вас плохой характер. Это значит, что вам не хватает энергии природы, потому что здоровье человека питается только от природы. Запомнили? Только от природы. У вас нет сил, у вас плохое настроение, характер тут ни при чём. Это значит, что у вас нет энергии природы. Сходите на улицу, появится хорошее настроение. Сходите на улицу, появится сил. Погуляйте там, порадуйтесь, люблянам. Сходите наверх в этот замок, посмотрите на реку. Там река любви течёт. Есть такая песня на русском языке. Я хочу в стране чудес, где растёт, да не полез. Где течёт любви река, отражая облака. Я вот сюда приехал, понял, что здесь страна чудес. Здесь высокий город красивый. И течёт любви река, отражая облака. Вот так и называется. Любите свою природу, любите свою родину, свой рай. Эта любовь даст вам силы жить, хорошее настроение, хорошую концентрацию внимания, хорошую работоспособность, хорошее здоровье, хороший иммунитет, долгие годы жизни. Но любовь к природе не означает просто любить, надо ещё уметь там двигаться на ней. То есть только в движении, когда человек бежит по природе, когда человек зарядку там бьёт, только в движении всасывается эта энергия. Та, которая ему нужна. Вот для зачатия женщине не хватает энергии земли и энергии воды. Бесплодие только из-за этого возникает. Поэтому женщине нужно контакт с водой, контакт с землёй для того, чтобы заработали гормональные функции. Мужчине не хватает энергии солнца и не хватает энергии свежего воздуха, ветра, эти две силы, мужские энергии. Энергия ветра мужчине даёт силу мышцам, крепость воли, концентрацию внимания. Энергия солнца ему даёт оптимизм, способность быть уважаемым человеком, ответственным и так далее. Это всё просто природа, понимаете, энергия природы. Вот я сейчас уже быстро устаю. Я поговорил ещё с журналистом перед тем, как сравнивать и устал. Я пошёл к вам просто, поднялся на замок, посмотрел. Я почувствовал энергии природы, горы, у меня появились силы читать легче. Так устроен человек, он как батарея работает. Теперь слушайте ещё более сложную вещь, которую вы должны знать. Если вам не хватает возможности выйти замуж, если вы не можете устроиться на работу, если у вас не сильно высокое положение в обществе, если у вас не ладится в отношениях с людьми, то это значит, что у вас не хватает энергии друзей. Друзья — это особые люди, которые дарятся Богом. Друг — это человек, который видит просто только тебе, только хорошее. И друзья возникают у человека в жизни только тогда, когда человек склонен заботиться о людях. Вот человек заботится, заботится о людях, делает для них что-то доброе. У нас есть одна песня, потому что помог приятель устроиться на работу, отвёл жену в театр вечером в субботу, под домом покормил бездомных собак, улыбнулся прохожему на улице просто так, объяснил человеку, туристу, как найти Москву реку и как далее. И там припев такой «А всё потому, что человек хороший». Ну то есть, почему он человек хороший? Потому что в нём есть сила, сила влиять на людей. Эта сила берётся от людской благодарности. Поэтому в длинной культуре люди пригласили постоянно друзей-гости, как говорят восточные культуры. Ну то есть, друзей-гости кормили, их поили, заботились о них. Это нужно для того, чтобы наполниться вот этой силой, которая приносит удачу в отношениях с людьми.